Скоро эти польские истребители МиГ-29 будут летать в небе над Украиной. Уже на днях Варшава должна передать первые такие самолёты Киеву. Об этом 16 марта объявил президент Польши Анджей Дуда. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями, но в большинстве случаев они всё ещё находятся в хорошем рабочем состоянии. Буквально в ближайшие дни мы передаём Украине 4 самолёта в полностью рабочем состоянии. Остальные самолёты сейчас обслуживаются, готовятся и постепенно будут тоже переданы Киеву. Вслед за Польшей о намерении передать все свои боевые самолёты МиГ-29 Украине объявила Словакия. 13 истребителей были списаны прошлым летом. Вместо них Словакия собирается использовать американские F-16. Мы даём эти МиГи Украине для того, чтобы они могли защитить своих граждан от бомб, которые падают на их дома и убежища и убивают мирных жителей. Точно так же, как мы передали Украине нашу систему С-300 для спасения жизней, теперь мы передаём им наши МиГи с тем же намерением – для защиты людей. МиГ-29 – это истребитель ещё советского образца. На вооружении УВВС Украины есть несколько десятков таких самолётов. Однако за год активных военных действий как минимум 18 из них были уничтожены. Поставки западных партнёров должны восполнить эти потери. К тому же украинских пилотов не потребуется дополнительно обучать использованию этих самолётов. Очевидно, что наличие большего количества истребителей позволит украинским силам бороться за воздушное пространство с российскими ВВС, поражать наземные цели и, что более важно, воздушные цели, особенно крылатая ракета, которую россияне продолжают использовать против объектов критической инфраструктуры и гражданского населения. Таким образом, они нужны не только для ближних воздушных боёв с российскими истребителями, но самое главное – для защиты войск и гражданского населения. Это первые официальные поставки боевой авиации Украине. Киев уже давно просит своих западных партнёров о поставках Мигов, а также более современных американских истребителей F-16. В Вашингтоне в ответ на поставки Польши самолётов Украине отметили, что это суверенное решение Варшавы и никак не повлияет на отправку американских F-16. Ранее президент США исключал такие поставки Киеву. Между тем, двое украинских пилотов в настоящее время проходит обучение в США, в том числе и на истребителях F-16. «Польша проинформировала нас о решении предоставить Украине самолёты. Мы продолжаем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнёрами, включая Польшу, по вопросам предоставления помощи Украине». В Германии также заявили, что решение Варшавы не подтолкнёт Берлин поставить Украине военные самолёты. О том, что Германия не рассматривает такую возможность, в конце января в Бундестаге заверял депутатов канцлер Олаф Шольц. «Это нисколько не меняет нашу позицию. Мы всегда придерживались такого подхода. Мы действуем в тесной координации на международном уровне, но мы также не хотим, чтобы другие страны диктовали нам, как поступать, и сами никому не диктуем». Часть польского воздушного флота происходит ещё из ГДРовских запасов и была подарена Варшаве Берлином в 2004 году. Если Польша захочет отправить в Украину именно эти МиГи, ей, как и в случае с танками «Леопард», придётся спрашивать разрешение у Германии. Пока такого запроса правительству ФРГ не поступало, заявил представитель правительства 17 марта. Но почему США и Германия так осторожны в поставках самолётов? «Эти самолёты могут совершать атаки вглубь российской территории. Это, конечно, маловероятно, исходя даже из количества обещанных истребителей. Но речь идёт о дальности действия такого рода вооружений, что относится и к артиллерийским системам, радиусам действия до 300 километров, и, возможно, к самолётам». В Кремле решение Польши и Словакии поставить Украине истребители восприняли как пример непосредственной вовлечённости в конфликт. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал уничтожить эти самолёты. В Украине тем временем приветствовали решение двух стран НАТО передать Киеву истребители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова